Впервые по-взрослому и сразу медаль. Бобручанин Александр Довнер, хоть и number one по молодежке, среди старших все-таки темная лошадка. Воля и труд все перетрут. Прошедший Кубок страны тому подтверждение. Наш земляк преподнес сюрприз и завоевал серебряную награду. Успех на Кубке Беларуси по мужчинам подвиг меня, чтобы я тренировался к новым достижениям, к новым успехам, вершинам. Работа, работа и еще раз работа. Олег Коряков признается, на турнире не повезло с жеребьевкой. Если бы спортивная фортуна была более благосклонна, наград могло быть больше. В целом выступили, я считаю, очень неплохо даже. У нас одно второе, одно третье место. Девочка наша тоже проиграла победительнице в таком тяжелом бою, но достаточно неплохо выступила. Лето не повод для передышки. Соревнований и турниров стало намного меньше, сетуют спортивные функционеры. Кубок Беларуси стал первым и единственным в жаркий период. Несмотря на это, занятия плюс работа. Все по расписанию. Хук слева, справа, апперкот, двойной джеб. Ежедневно боксеры оттачивают свою технику на тренировках. Сильнейшего в Гомеле определяли свыше 100 девушек и мужчин. Командный зачет выиграли хозяева турнира. Вторая позиция досталась представителям Минска. Замкнули тройку сильнейших боксеров в Витебской области. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.